Йоу Балер, вы на канале Кикс Контест, на связи с дядюшкой Рассел. Мы долго сопротивлялись и не хотели тестировать эту модель, но вы так топили за нее и так много писали комментариев. Ну что ж, держите, Сабрино One. Let's go! Кроссовки были у нас, когда в магазинах в России их еще даже не завезли, а все благодаря ZDEX SHOPPING, удобному сервису-посреднику, который решает проблему с доступностью любимых товаров и брендов из-за рубежа. Самое крутое, что кроссы из США были уже через 2 недели в пункте СДЕКа, прямо возле нашего офиса. Кстати, оплатить заказ можно любыми российскими картами. На витрине ZDEX SHOPPING представлено более 4 миллионов товаров. Мы прошерстили сайт на тему баскетбольных кросс и обнаружили все топовые модели, представленные в нашем боте. Есть предложение на любой вкус и бюджет. Просто выбирай товары на витрине, оформляй заказ, а ZDEX SHOPPING выкупит и доставит товар курьером или в удобный пункт выдачи. А если вдруг нужного товара не окажется, на витрине можно воспользоваться функцией «Заявка на выкуп». Кидай ссылку или название, а сервис возьмет остальное на себя. Оригинальная продукция мировых брендов, ранний доступ к новинкам, доступ к международным распродажам и многое другое найдешь в ZDEX SHOPPING. Для всех балеров скидка при заказе кроссовок. Промокод KICKS500 минус 500 рублей при заказе от 10 тысяч. И KICKS1000 минус 1000 рублей при заказе от 20 тысяч. Переходи по ссылке в описании и заказывай товары со всего мира. А еще рекомендую подписаться на телеграм-канал Snickers Dex Shopping. Там до 1 июля проходит розыгрыш кроссовок. Погнали смотреть обзор. В первых сабринках используется классическая язычковая система, поэтому с надеванием не возникнет трудностей ни у кого. С размерным рядом небольшие танцы с бубном все-таки будут. Тут пара была в размере 12 US на язычке и 29 сантиметров по стельке. Поэтому, когда вы будете заказывать кроссовки через Dex Shopping, можно смело накидывать плюс размер или даже полтора размера от своего родного. Обладателем широкой стопы здесь будет ну пипец как некомфортно. Я мучился каждый раз, когда надевал их. И после каждого применения хотелось их побыстрее снять. Боковые стенки кроссовка очень давит по бокам, поэтому первые сабрины в кассу будут только для обладателей обычной стопы. А вот с высоким подъемом каких-то трудностей не возникало. Набивки в язычке не так много, но ее было достаточно, чтобы не передавить ногу. Также набивочный материал есть и в пятке, и он вполне себе годный. Материал корпуса вполне податливый, и какого-то времени на разбивку не потребовалось. Наделся обринки и let's go играть. Жаль, вот только места в носке что-то совсем много, а это обычно отражается на безопасности, как мы знаем. Как я уже говорил, здесь используется язычковая система, и многие производители стали прикреплять язычок к основанию кроссовка. Так и в этой модели. Основной корпус выполнен из сетчатого материала, который должен хорошо пропускать жар из кроссовка. Но из-за того, что язычок прикреплен к основанию, и это основание синтетическое, воздух выходит слабо. В первых саблинах используется пенориактор, который идет по большей части мицоли, и в носовой части у нас баллон Zoom Air, который, кстати, хорошо чувствуется, и в целом дает отличное чувство корта. Поначалу вроде было все даже хорошо. Побегал на паркете, линолеуме, и вроде бы все годно. Но, как только вышел я на асфальт и пробежался от одного кольца до другого, прочувствовал всю гамму эмоций. Такое впечатление было, что я бегаю без обуви, и амортизацией было бы больше моих тапков, в которых я пришел. Каждый шаг приносил дискомфорт и отдачу в колени. Амортизация ни в носке, ни в пятке не справлялась как следует. Не забываем, что это все-таки женские кроссовки, и, скорее всего, амортизации бы хватило на 60-70 килограмм. Но не мои мужицкие 90. Впрочем, это уже совсем другая история. Уличный сезон уже вовсю стартовал по всей России, и уже сейчас ты можешь сделать свою игру еще более свежей и красивой. На нашем сайте уже заканчивается призаказ стритбольной коллекции «Йоу Балер». Это двухсторонние джерси и шорты, белый лонгслив и футболка. Поэтому успеваю урвать вещи от бренда «Кикс Контест» на сайте kickscontest.com. Рисунок протектора представлен в виде переделанного рисунка елочки. В носке разнонаправленные линии, а в пятке прям отчетливо виден уже сам рисунок елочки. Тракция на чистых поверхностях отличная. Но вот если паркет пыльный, подметка собирает быстренько всю эту грязь, и появляется уже проскальзывание. Поэтому их приходится протирать частенько. Что не сказать про уличные покрытия? На улице все цеплялось отлично. И каких-то проскальзываний у меня не было, даже на очень грязных поверхностях. Вроде бы первые женские баскетбольные кроссовки. Но можно же поиграться с материалами. Но не тут-то было. Текстиль и синтетика. Все как обычно. Ни люверсов, ни вставок, ни карбона. От слова НИ-ЧИ-ГО. Только узнаваемый силуэт подкоби и пластмассовый свуш в пятке, который дает хоть какую-то функциональность. Единственное, что их выделяет, так это узор на носке из средней части. Что как бы отсылает нас к корням Сабрины. Прямиком в Румынию. Маркетинг, конечно, у Найки развит отлично. Что при их стартовой стоимости в 160 баксов, выдавать такой набор материалов. Который по факту тянет максимум на какие-нибудь бюджетки баксов за 60-80. Что касаемо сборки, то первое, что я увидел, когда я их достал, так это наличие клея по всему периметру кроссовка. Даже вон видна не снятая бирка XDR. Но, как говорится, если виден клей, хорошо, что он есть. Значит, проклеено. Ниток торчащих не было замечено, но они все же повлазили после тестов. Протектор выдержал испытания на уличных покрытиях и даже не стерся. Вес кроссовок составил 400 грамм, в размере 12 и 29 сантиметров по стельке, что является отличным показателем. Не завозят технологии, но хоть кроссовки облегчают. Йоу, побед! Повезло! Приглашаю всех любителей баскетбола ко мне на тренировки по баскетбольным навыкам и фристайлу. Мы уже провели две летние городские смены и готовимся еще к двух. Успей записаться на сайте basket.spb.ru и увидимся на тренировке или в лагере. Фиксация обеспечивается за счет семи рядов шнуровки. Причем средняя часть дополнительно фиксируется нитями Flywear, которые уходят вглубь основания кроссовок. Поэтому средняя часть стопы зафиксирована отлично, что не сказать про носовую часть. Сверху и по бокам остается много места и носок попросту гуляет. Пяточная часть зафиксирована хорошо и люфта какого-то не было. Пяточный стакан крепкий и не подвержен деформации. Плюс он дополнительно фиксируется и этим пластмассовым слушам. Но это еще не все. Легким движением руки. Кроссовки превращаются в чужого. В сабренах не предусмотрена карбоновая или пластиковая пластина в основании кроссовка. И это очень чувствуется прям на корте, как кроссовок прям крутит на ноге. Благо хоть с устойчивостью Nike не прогадали и сделали приличный аутригер, который не дает ноге завалиться на бок. Но в конце концов это не спасло кроссовки от провала по безопасности, так как минусуем еще балл и за ужасную амортизатору. А все модели из Ботто найдешь на витрине с Декшоппинг и еще более 4 миллионов товаров. Ссылка в описании. 67 баллов набирает первоименная женская модель от бренда Nike и Сабрины Иунеску. Мои ноги и колени очень рады, что эти тесты подошли к концу и можно приступить к чему-то более интересному и функциональному. Мы бы не рекомендовали данную модель баллером, разве что только для девушек, для которых по идее производились эти кроссовки с весом до 60-70 килограмм. Но как ни странно, в них бегают и в NBA профессиональные игроки по типу Джерлин Бронсон из Нью-Йорка, ну и другие. Но не забываю, что у игроков контракты с брендами, профессиональные покрытия и куча-куча восстановления после игры и многое другое. Ну что, Балер, как тебе обзор? Обязательно оставляй свои комментарии и ставь свой лайк. Не забывай подписываться на наши соцсети, особенности на телеграм-канал. Также подписывайся на мой личный телеграм-канал, в котором я выкладываю всю свежую информацию. Также залетай в наш телеграм-бот, который подберет тебе необходимую пару по твоим параметрам и антропометрии. Ну а на связи был Девушка Рассел. Ставьте пальчики, крутите мячики. До встречи!